Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и если вы за честность автора по поводу того, что происходит в игре и хотите вовремя узнавать все новости и их разбор, то обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал и заблаговременно поставьте лайкос данному видео. Не понравится, а потом его заберете, но я больше чем уверен, что делать вам этого не придется. Буквально пару минут назад разработчики выложили рулеточку на объект 452К и можно сказать это первое появление машины на продаже. Почему на продаже? Потому что по большому счету если вы полностью всю рулетку прокрутите, то за максимальную цену в любом случае заберете себе объекта 452К. Что касается объекта, абсолютно честный обзор на данную машину я сделал и он вышел как только машина появилась в игре. Ровно как и на любые другие машины подобные обзоры будут выходить в день выхода тачек буквально через пару минут после того, как машины появляются в магазине либо в контейнерах. Поэтому если хотите посмотреть абсолютно честный обзорчик, переходите по ссылочке, которая есть в описании к данному видео. Что касается рулетки, покрутим эту рулетку у меня на не основном аккаунте, потому что на основе данная машина у меня есть. Что касается стоимости прокрутов, если вы прокрутите до 13 прокрута включительно, то рулетка обойдется вам в 14 080 голды, ну грубо говоря 14 000. И я считаю, что за 14 000, с учетом того, что вы там каких-то еще плюшек себе понасобираете и может даже если из контейнера ничего не выпадет, в целом для этой машины 14 косарей это приемлемо нормально, поскольку это коллекционная девятка. Если прокрутите 14 раз, то тогда уже рулетка вам обойдется в 17 400, 15 раз прокрутите и уже 21 310. Ну а если прям полностью всю рулетку будете прокручивать для того, чтобы гарантированно эту машину себе забрать, то целых 24 310. И я лично считаю, что для данной машины, если вам из вот этих контейнеров ничего не выпадет, не выпадет какая-нибудь голда, которая там вернется немножечко кэшбэком вам в золотую копилку, то тогда действительно очень дорого. Если отсюда что-то еще заберете, ну тогда уже будете сами считать на калькуляторе, выгодно это было или нет. Ну что, давайте начинать крутить. Покрутим, перейдем на основной аккаунт, даже если машина выпадет, в чем я лично сомневаюсь, то все равно перейдем на основу, потому что там машина у меня уже в принципе есть и полностью настроена. Итак, выпадает x10 в количестве трех штучек, следующий прокрут на 100 голды. Ну, давайте, удивите меня чем-нибудь хорошим, хотя я сомневаюсь, есть целых три слота по 100 тысяч серебром, простите, и я не считаю, что это прям какая-то прибавка к жалованию, потому что 100 тысяч серебром это два боя удачных, нормальных на какой-нибудь фармящей восьмерке, поэтому ценностью особо и не считаю, ровно как и анимированный аватар. Еще раз выпадают кредиты, крутим на 330. Ну, дайте хоть контейнер, я не знаю. Ну, давайте. О, контейнер, мистический. Ну что, открываем, глядишь, сейчас тачку еще какую-нибудь достану себе. Ну, шиш с маслом, понятное дело. 50 тысяч кредитов и сертификат на свободку, крутим еще. Ну, давай, давай машину, объект сразу мне вот так вот ляп и все. Нет, черный, да, собери их все. Соберу все, не все, хоть кого-нибудь соберу отсюда. Вау, вау, су, су 85i. Это интересно, ребят, ну, стоимость машины, грубо говоря, тысячи три точно, правда, в составе набора какого-нибудь, но в любом случае уже неплохо. В целом, ребят, давайте теперь посмотрим, что у нас получается. Я прокрутил, сейчас у меня я на шестом прокруте нахожусь и за вот эту вот сумму, сколько тут получается, чуть более тысячи голды я забрал себе премиумную сушку. Я считаю, что пока в целом довольно-таки неплохо. Едем дальше, давайте еще крутанем, есть еще один собери их все, хотя я сомневаюсь, что он два раза выпадет. Есть еще один мистики, есть еще два контакта. Еще сотка, ну, сотки закончились, уже хорошо. Тогда, скорее всего, будет анимированный аватар и вот, наверное, после этого прокрута я останавливаюсь, потому что не вижу смысла дальше сливать. Тогда мне сушка, которая мне выпала, обойдется на очень дорого. Собери их все еще один. Блин, надо было нажать открыть, переходим к контейнерам, разное, ну и открываем. Что тут у нас? Будет еще одна машина? Ну, нет, понятное дело, никакой еще одной машины отсюда не выпадет однозначно. В принципе, я-то и не сомневался в этом. Что теперь у нас получается по результатам рулетки? Стартовал я с 16 тысяч с копейками, нахожусь на данный момент на восьмом прокруте, 1120. И я считаю, что дальше идти нет абсолютно никакого смысла. Дальше необходимо идти для меня лично, только если очень нужна машина и идти дальше уже ва-банк. Потому что остались, по большому счету, контейнеры бомбические, из которых, в принципе, там неплохо выпадало, но тогда, когда они в рулетке были. Один мистический остался, ну и осталось два контейнера советских, из которых может выпасть что-нибудь из танка в СССР. Есть два обвеса, но мне они не нужны, я не сильно ценностью их считаю, по крайней мере, на этом аккаунте уж точно. Я лучше приберегу голду для того, чтобы покрутить в следующий раз рулеточку специально для вас. Ну, а пока перемещаемся на мою основу и катаемся на объекте 452К. Итак, ребят, основной аккаунт, объект 452К, как я сказал, абсолютно честный обзор на машину на канале уже есть, поэтому заходите по ссылочке в описании, посмотрите его, там есть зацен брони, сравнение с другими машинами. Что касается желающих продать данную машину, то в случае, если она вам выпала из контейнера и вам она не понравилась, точнее, не из контейнера, а из рулетки, простите, то вам тогда сможете продать, как вы видите, за 5000 золотом. Что касается ТТХ, по машине, то, как обычно, обсудим исключительно орудие, остальное будем заценивать в боях. Время сведения довольно-таки долговатое, хотя, в целом, можно к нему привыкнуть. Разброс, я бы сказал, неплохой, при полном сведении орудие довольно точное, даже на дальних расстояниях. Что касается ДПМа, то 2345, который кроется в 460 единицах альфы за один выстрел на базовом снаряде, довольно неплохое пробитие в 246 на базе, и если вдруг не хватает, то можно аккумулятивы заряжать на 320, именно поэтому я не ставил себе калиброванные снаряды, и, если что, против десяток, просто использую голдовые снаряды. Что касается времени перезарядки, то многие по поводу этого времени перезарядки плюются, потому что составляет оно, с учетом установленного всего оборудования, амуниции, и с учетом того, что 100% экипаж и элитный опыт экипажа на седьмом уровне, у нас получается 1177. Короче говоря, ребят, действительно долговато, и эта машина не требует спешки абсолютно, точнее, она требует от вас спокойной игры. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 7. Я бы сказал, что в целом играется комфортно. Да, не идеально, да, на многих каких-то неровностях, особенно на высоких каких-то горках, будет существенный дискомфорт, но в целом довольно часто получается где-нибудь пристроиться за какой-нибудь горкой, ну и от башни отыгрывать, а башня здесь имеет просто сумасшедшую приведенку, орудие расположено максимально вверху по отношению к башне, как вы видите. Короче говоря, от башни отыгрывать просто идеально. Ну или если где-то становитесь за укрытием, за каким-нибудь, типа какого-нибудь полузаваленного дома, там где есть кусок стены, ну или чего-нибудь подобного. Нижний бронелист вот этот, картонный, его все пробивают на ура, поэтому его необходимо постоянно прятать. Ну что, все, что можно обсудить, обсудили, поехали покатаемся. Ну что, поехали, и давайте будем начинать сразу с подвижности. Подвижность у машины вполне себе бодрая, передвигается по карте абсолютно спокойно, не то чтобы может дать кому-то фору, хотя есть машины, которые более бодрые, но в любом случае отставать от своих собратьев тяжелых танков вы не будете однозначно. Что касается того, как необходимо играть на данной машине. Я не супер игрок, я не киберспортсмен, я не супер статист, я могу поделиться своими впечатлениями и сказать, как я играю на данной тачке. Я никогда не еду самостоятельно, потому что данной машине, как мне кажется, нужна бодрая поддержка союзников. Так как время перезарядки очень долгое, практически 12 секунд, вам эти 12 секунд необходимо каким-то образом пережить. А для того, чтобы их пережить, необходимо, чтобы ваши союзники в это время отвлекали на себя соперников, держали их, ну и, соответственно, давали вам возможность через 12 секунд сделать еще один, даст Бог, позитивный выстрел, ну и, соответственно, нанесете еще 400 единиц урока. Против кого действительно страшно выезжать на данной машине, так это против барабанных машин по типу Емиля 2 или Емиля 1 системой дозарядки, потому что, когда вы выезжаете лоб в лоб к таким соперникам, вы им даете одну тычку, они вам в ответ дают 3 тычки, и пока вы перезаряжаетесь, они еще успевают дозарядиться, ну и, соответственно, еще раз вам закинуть. Поэтому вы идете изначально себе в минус в отношении размена по ХП. Поэтому развеняться на данной тачке я остро не рекомендую. Ну и плюс к тому, ребят, исходя из того, что огромный нижний бронелист, который светится серым, и с учетом силуэта, скажем так, машины, такой вот приплюснутый силуэтик у данной тачки, я бы рекомендовал играть где-нибудь от каких-то неровностей в пределах возможностей вашего склонения орудия, ну и кого-то подлавливать, как я сейчас того же Ягу подловил. Ну, господи, не Ягу, Ягпанзера. Короче говоря, машина в чем-то интересная, но для кого-то может показаться вполне себе скучной. Как Альфач, очень даже неплохая машина. Как имба, ну я бы не сказал, что тут имбой хоть как-то пахнет. Как видите, долговатое сведение, о котором я говорил. Вот сейчас при полном сведении сделаем выстрел, уехал. Хотел показать, насколько орудие точное при полном сведении Онова. Ну, давай, наверх, вниз, куда ты поедешь? Ну, поднимайся, поднимайся. Ну, довольно точное орудие, и этим оно мне очень сильно понравилось. Вот против нас сейчас есть тоже объектик, как вы видите, с бортов светится полностью серым, ну и, соответственно, этим можно пользоваться и набрасывать. Выезжать из боя с хорошим настрелом на данной машине абсолютно несложно. Главное помнить по поводу того, что время перезарядки долгое, ну и, соответственно, не рисковать. Чем дольше в бою проживете, тем, соответственно, больше накинете урона. Если бы еще время сведения было более интересным, ну, было бы прям совсем бодрее. Так, выцелю товарища или нет? Ну, вот она, вот она, славная точность данного орудия. Ну, радует меня, серьезно. Я, когда снимал обзор на данную машину, перед тем, как она официально появилась в игре, и когда я выложил свое видео, огромное количество ребят писали мне по поводу того, что, да что ты рассказываешь, это фуфло, вон все обзорщики об этом в один рот, так сказать, кричат по поводу того, что это прям самое негодное, что только можно было придумать. Не знаю, мне понравилось, мне зашло, и свое мнение я не меняю. Машина действительно интересная. Просто необходимо понять, в чем ее слабые стороны, ну и, соответственно, эти слабые стороны компенсировать какими-то сильными сторонами данного орудия. В частности, альфа, в частности, точность и довольно-таки неплохая подвижность и маневренность. Плюс к тому, как я уже говорил, довольно неплохие углы приведенной брони в башне, и силуэт башни такой, что от башни отыгрывать, ну, сам боженька велел. Итого, ребят, знак классности второй степени, 4000 единиц нанесенного урона. Что касается фарма, то с учетом того, что это девятка, коллекционка, и там коэффициент фарма не такой уж и большой, то понятное дело, что ради фарма данную машину брать себе в ангар смысла нет. В любом случае, с премом 68000 округляя и 42000 без прем-аккаунта. Ну, что касается нашей результативности в команде по урону, то, как вы видите, бодрое первое место, просто с мега отрывом от всех союзников, даже от тех, которые заняли, допустим, второе место, как наши миль 2. Ну, в общем, в отношении результативности по настрелу вы можете не переживать на данной тачке. Главное, чтобы вас бодро в начале боя не вынесли в ангар, ну и, соответственно, для того, чтобы эта возможность у вас была, я имею в виду настреливать, вам необходимо играть вместе со своими союзниками. Как и ранее, крутить рулетку, не крутить рулетку, открывать контейнеры, не открывать контейнеры, это все исключительно ваш выбор. Я никого ни к чему не агитирую и считаю, что лучше машины покупать непосредственно с самого магазина. Мое же дело показать все таким, какое оно есть, и вот вам, пожалуйста, объект 452К, такой, каким он есть на самом деле, если играть на нем аккуратно и с головой. И напомню еще раз, я не киберспортсмен, не суперстатист, и моя реальная статистика в районе 53-55%. Ну, вот как-то так. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, ну а вы, друзья мои, обязательно ставьте лайк данному видосу, я пытаюсь вам быть полезным, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Увидимся, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.